Прикативный перфект Разные исследователи, гибраисты По-разному пытались объяснить подобное значение перфекта Одни видели в аптативном, прикативном значении перфекта Изначальное семитское значение Считали, что подобное значение существовало уже на просемитском уровне И таким образом некоторые исследователи обращались к другим родственным семитским языкам Где обнаруживали похожие явления В частности Андрасон в своей статье ссылается на аккадский язык, на угорицкий На классический арабский язык, на сирийский, на мандейский И так сложилось, что в гибраистике образовались две позиции Относительно работы с прикативным перфектом Первая позиция признает существование прикативного перфекта А другая не признает его И все-таки первых большинство Хотя вторая позиция тоже интересна Потому что такие исследователи, как Драйзер, например Считали, что те примеры, которые некоторые гибраисты толкуют Как аптатив в книге Псалты, что это толковать как индикатив Как простое завершенное прошлое И таким образом Одним из рупоров, можно так сказать, прикативного перфекта Главным поборником, защитником гипотезы о прикативном перфекте В древнееврейском языке был библиист Маше Бутенвизор И в своей работе по Псалтыре в 1938 году Он упрекал своих предшественников и своих коллег За то, что они проигнорировали подобное значение перфекта Что привело к неверному истолкованию отдельных псалмов И таким образом для Бутенвизора Учет прикативного перфекта является одним из ключов К правильному истолкованию отдельных псалмов Да Но стоит сказать, что Андрасун посчитал Всего где-то 20 случаев прикативного перфекта Встречается в еврейской библии Эта цифра неустойчива, потому что некоторые примеры спорны Но 20 с чем-то их примерно То есть это очень мало И ввиду этого некоторые евроисты не признают подобное значение перфекта В частности у Гизениуса, например, в грамматике нет ничего про аптативный перфект Поль же он отмечает подобное значение перфекта Наряду с профетическим перфектом И Андрасун также признает Но что интересно, что для некоторых исследователей у меня сложилось ощущение Что профетический перфект, пророческий перфект И так называемый аптативный перфект, он же прикативный перфект Как бы сливаются в одну сущность Такое ощущение, будто разные исследователи используют разные термины Но говорят об одних и тех же случаях И Андрасун в том числе отмечает, что аптатив, валитив, прикатив Все одно и то же Указывает на использование перфекта в молитвах, просьбах, проклятиях Что ранит его с футуром конфиденция, с футуром экзактум С неизбежным будущим и, соответственно, с пророческим перфектом Как бы автор переносится в будущее и рассматривает действия как уже завершенное И у меня будут примеры, где действительно некоторые случаи можно интерпретировать двояко И как профетический перфект, и как аптатив Да, я думаю, что... Да, что касается классического арабского языка Тут исследователи единогласны Такое значение есть в классическом арабском языке Оно широко используется в современном литературном арабском языке Да, как правило, оно используется в контекстах восхвалений Бога Или пожеланий чего-то Подробнее об этом будет с примерами Да, начнем с примеров из Псалтыри Я взял классификацию Андрасона, хотя она не совсем точная Андрасон – семитолог, исследователь семитских языков Не только семитских, а африканских языков Если я правил, я помню, лингвист У него есть ряд статей, посвященных видовременным формам в древнееврейском языке В том числе у него есть отдельная статья на прикате Есть статья, посвященная видовременным формам в древнееврейской поэзии Андрасон следовал следующему принципу Он сгруппировал псалмы и примеры из других библейских книг Согласно принципу следования тех временных форм, которые окружают возможный аптативный перфект Соответственно, первая группа – это употребление аптатива с императивом С повелительным наклонением, когда псалмопевец обращается к Богу Идет обращение во втором лице единственного числа мужского рода И просит его, умоляет его Давайте посмотрим на третий псалм Я их также сгруппировал тематически Потому что третий и четвертый псалм – они тематически схожи И четвертый, собственно говоря, является дополнением к третьему Три-восемь – это последний стих Здесь два императива Кума Адунай, Гоши Эни Стоит сказать, что Кума встречается и в других псалмах В Гоши Эни очень часто глаголах уши, а спасать, идет в данных контекстах А здесь контекст просьбы, молитвы О чем идет речь в третьем псалме? В третьем псалме псалмопевец описывает свое бедственное положение Он окружен врагами Он просит Бога спасти его И завершает свою просьбу Вот такой фразой Ударь в челюсть врагам моим Да ударишь ты Здесь еще интересен союз ки Который служит для эмфазы Который является таким усилением Да ударишь в челюсть врагам моим Это произойдет неизбежно Псалмопевец уберет он в том, что Бог услышит его молитву Это тоже звучит в отдельных псалмах И здесь тоже это звучит, что Бог слышит псалмопевца Зубы не частивца поломают Шебарта Да Четвертый пример Стих первый Ответь мне, когда я зову Бог, моя правда В РБО был перевод В ком мое оправдание Когда я в беде Дай мне облегчение Я это понимаю как облегчение страдания Смилуйся надо мной И услышь мою молитву Интересно, что здесь форма перфекта Гиргавта Находится в окружении императива Первый императив это Анене Услышь меня И два других императива Следует после Гиргавта Следует за Гиргавта Анене Ушема Тефилляти Что за молитва Я подозреваю, что это как раз и есть молитва Которая в предшествующем псалме озвучена Сокруши моих врагов Такой посыл И мы это понимаем так Что Бог еще не откликнулся на просьбу псалмопевца Но псалмопевец убежден в этом Дашь мне облегчение Когда я в беде В некоторых английских переводах Идет вот это выражение Бацар Идет как Было тесно мне И ты мне расширил Ты дал мне облегчение То есть Как бы псалмопевец Переносится в ситуацию прошлого Вспоминает похожий случай И просит Бога поступить так же Как в прошлом Ты меня спас Спаси сейчас Да 4, 6, 7 Пример которого нет у Андрасона Но я его посмотрел У Бутенвизора И он его интерпретирует Как аптатив Четвертый псалм Шестой, седьмой стих Да Раббим омерим Ни ярэну тов Неса алэну О Неса алэну ор Панеха Адонай Натата Симха Белиби Мээт Деганам Вэ Тирашам Раббум Здесь нас интересует форма Натата Симха Белиби Многие говорят Кто даст нам увидеть благо Видимо речь идет О людях из народа Псалмопевца Да Кто даст нам увидеть благо Есть сомнения Относительно Того что Бог Их спасет И псалмопевец говорит О Господь Светлика Свего на нас Обрати Опять императив Неса Алэну Ор Панеха Адонай Дай сердцу моему радость Да дашь ты моему сердцу радость Здесь можно это по-разному На русский язык перевести Не только императивом Дашь моему сердцу радость То что неизбежно произойдет Да Ты обратишь свой лик на нас Ты смилуешься над нами И утвердишь В моем сердце радость Да Здесь стоит еще сказать Стоит упомянуть Что Враги о которых идет речь Решаин Потом о них тоже пойдет речь Они же иногда В псалмах встречаются Как бои Могут рассматриваться Как чужеземцы Как враги народа Псалмопевца Которых Бог должен сокрушить Да Давайте дальше Да Псалм 7 Здесь тоже звучит эта фраза Кума Адунай Призыв Восстань Господь В гневе своем Поднимись против ярости Врагов моих Пробудись Назначь суд Вот эта фраза интересная Сложная Эляй Мишпа Цибита Назначь мне суд Или назначил ты мне суд Наказал суд Приказал суд В седьмом псалме Поднимается тема Справедливого воздаяния Псалмопевец призывает К суду Призывает судить его По правде Там тоже есть об этом речь И Да Он там говорит Ядин Ядин Амил Он говорит Что Бог судит народы Тому тоже можно понимать Как Модальным значением Да будет судить народы Да Мишпа Цибита Суд-то свой назначил Можно переводить И прошедшим временем Если так подумать Потому что здесь есть Момент предопределенности Бог еще не совершил свой суд Он еще Не реализовал его Но ситуация рассматривается Как завершенный Назначил суд Да 71.3 Давайте посмотрим На 71 псалом Будь мне скалой прибежищем Куда бы я мог постоянно приходить Спаси меня Назначено Кажи спасти меня Ведь ты камень мой И крепость моя Опять императив Опять встречается Вот Глагол Гошэня Здесь Инфинитив И Опять императив Встречается в очень похожих Контекстах В контекстах Просьб Жалоб Как правило Эти два жанра Разделяют Но Также принято считать Что они могут Могли изначально Быть Единым жанром Потому что Сложно провести Грань между Просьбой Жалобой Псалом Опять с одной стороны Жалуется на свое Бедственное положение В то же время В этой жалобе Он просит Бога Спасти Да Потом мы сможем Вернуться Более подробно Каждому примеру Пятый пример Гошээними Пиарьен Умиккарнэ Рэмим Анитани Спаси меня От львиной пасти От бычьих врагов Ответь мне Я поставил Два перевода Не совсем понимаю Почему Андрасон РСВ РСВ переводит Последнее Анитани Как Спаси меня Мне близок Перевод бутинвизора Услышь мою молитву Ответь мне В любом случае Последнее Анитани Понимается Как Аптатив Да услышишь ты меня Первый Императив И Анитани Если следовать За Андрасоном РСВ То тогда получается Что Анитани Это перефраза Воши Эни Да Это интересно Группа Б Группа Б Фракторизуется Употреблением Аптативного Перфекта С модальными Формами Ектоль Как я уже Сказал в самом Начале Эта классификация Не совсем Точная Она имеет Свои недостатки Потому что Есть случаи Я их здесь Не привожу Но В моем Хэндауте Есть Примеры Где Аптативный Перфект Употребляется В одном Стихе Как С императивом Так и С имперфектом Есть случаи Такие Смешанные То ци Эни Мэрэшэцзу Тамну Ли Ки Атта Маузи Бэядеха Авки Друхи Падита Ути Адунай Эль Эмет Да Выпутаешь Ты меня Из тех Сетей Которую Готовили Мне Которую Готовили Мне Или Спрятали Они Речь Опять Идет О врагах Видимо Об этих Рэшаим Ведь Ты Опора Моя Пристанище Мое Опять Звучит Эта Тема Опора Было В третьем Салме Вэ Аттам Агент Ты Ты Щит Мой Было Предшествующим Тоже Примере В 71 Мэцудати Саль И Лицур Маон Гэи Ли Лицур Маон Будь Мне Сковой Пристанище Опять Повторяется Эта Тема Схожий Контекст Свои руки Вверяю Я душу Свою Бэя Дыха Авки Друхи Это тематически Сходно Вот это Бэха Хасити На тебя Уповай Общая идея Такая О Господь Бог Истины Да Впоследствии Интересно Что В 10 Псалме Вернее В 9 10 Который Объединён Вот Эта Тема Врагов Которые Приготовили Сити Ах Псалмопевцы Она так же звучит Только Псалмопевцы Призывают К тому Чтобы Они Угодили В те сети Которые Они Приготовили Этот Псалм Будет Инвизор Интерпретировать Как Псалм Просьбу А не Как Псалм Благодарение Об этом Будет Дальше Сказано Здесь Есть Очень Такая Прочная Связь Между Всеми Псалмами Темы Повторяются Из одного Псалма В другой И Тематически Каждый Из этих Примеров Да Группа Б Интересный Пример Из Десятого Псалма Который Является Так называемым Независимым Прикативом Это Перфект Прикатив Который Не вводится Формой Долженствования Или пожелания То есть Адунай Мелех Олям Ваэд Аведу Боим Меарцом Несмотря На то Что В 16 Стихе Нет Не императива Не перфекта В 15 Стихе Есть Вот Шевор Зероа Раша Вара Тедрош Ришо Баль Тимца Сокруши Род Нечестивых И как бы Взыскивай Со злого Его зло Пока не найдешь До тех пор Пока Не станет Грешник Я так это понимаю В любом случае Здесь Идет Императив Шевор И Тедрош Тимца Перфект Речь идет о будущем Времени Речь идет о Воздаянии И вот эта тема Очень важная Которая потом пойдет Речь в контексте Корана Потому что Псалмопевец В отдельных Псалмахах Например в этом Или как было в седьмом Призывает К справедливому суду Он уверен в том Что Бог Является гарантом Справедливости Рассудит По правде Только В отличие от Корана В Псалтыре Этот суд Должен состояться При жизни Псалмопевца Да Сгинут народы С его земли Гуим Это как раз Решаим Там есть В девятом Псалме О них Идет речь В девятом Псалме Чужеземцы Народы Не совсем Правильно Чужеземцы Те которые Выступают Против Псалмопевца И его Народа То есть Данная форма Может быть На самом деле Классифицирована Как проклятие Проклинает Этих Врагов А вейду Гоим Арцод Сгинут В народу С его земли Да Ти цицинь Ки адунай Охев Мишпат Вэлё Яазов Эт хасидав Ле олям Нишмару Везэра Решаим Нихрат Саддиким Ярешу Арец Вэ Ишкену Ла ад Алеха Да Ибо Господь Любит правосудие Не оставит Своих праведников Вечно Они под Его покровительством Отроди Злодеев Жив Будет Отторгнута Или Да Будет Отторгнута Унаследуют Праведники Земли Будут Жить В ней Вечно Да Ну Здесь Я выбрал Два стиха В первом стихе Ле яазов Имперфект И Во втором стихе В 29 Тоже встречаются Два имперфекта Речь идет Опять же О воздаянии Этот псалом Можно Также Тематически Объединить С предшествующим И Можно сказать Что данный пример Может также Толковаться Как пророческий Перфект Потому что Да будут Оторгнуты Будут Оторгнуты Ситуация Будущего Времени Рассматривается Как уже Свершившаяся Но суд Еще не состоял Потому что Говорится Унаследуют Праведники Землю Будут Жить В ней Вечно Вот этот Псалом Он очень Близок К тому О чем Впоследствии Будет Говориться В Коране Только в Коране Речь идет О посмертном Воздаянии А здесь Идет Унаследуют Праведники Земли Это Очень похоже На унаследование Вечных Сагов Райских Да Мы непосредственно Переходим Да К интересному Случаю Я его Поставил Скорее Как приложение Псалом 67 Поставил Целиком Он короткий Семь стихов Что интересно Данный Псалом Является Гимном Его Как правило Классифицируют Как гимн И Единственная Форма Перфекта Которая Здесь встречается Это в шестом Стихе Эрэц Натэна Явулях Ею Вархэну Элогим Элогэну Да Да произведет Земля Свой плод Лучше Даже Даст Земля Свой урожай Благословит Нас Бог Наш Бог В предшествующих Стихах Идет Восхваление Бога Да Восхвалю Тебе Народы О Бог И Внезапно Появляется Форма Перфекта Везде Идут Формы Имперфекта Форма Восхваления Бога Да смилуется Над нами Да благословит Нас А здесь Появляется Форма Перфекта Да Которую Сложно Интерпретировать В простом Прошедшем Время Я думаю Да произведет И таковым Образом Благословит Наш Бог Да Давайте Перейдем Непосредственно К арабской Части доклада К арабскому Языку Как я уже Сказал Относительно Аптатива Прикатива В классическом Арабском Языке Арабист Единогласно В классической Арабской Филологической Традиции Подобные Формы Называются Дуа Это Может быть Переведено Как пожелание Просьба Но и как Проклятие Это интересная Полисемия Слова Дуа И вообще Глагола Да Яду Который В зависимости От управления Предлогом Может Менять Свои значения Если он Управляется Предлогом Или Он переводится Как просить Умолять Да Или Собственно Дуа В современном Арабском Языке Это еще и Просто Молитва Необязательная Молитва Личная Молитва Богу А если Управляется Предлогом Аля То это Проклятие Он Проклят Его Я Выписал Наиболее Часто Встречающиеся Формы Фразы Пожелания В классическом Арабском Языке В девяти Мой Преподаватель Араб Он его считал Где-то 76 Но Они Более Они редко Встречаются Более В академической Среди Распространены А вот Эти формы Очень часто Встречаются Вот Первая фраза Особенно Саллаху Алейхи Вассалям Да благословит Его Бог И приветствует Фраза Обязательная Для употребления Когда Мусульманин Вспоминает Именно Одного из пророков Он обязательно Должен сказать Эту правду Праза Пожелание Мира Пророку Видимо В загробной Жизни Эти формы Содержат Отсылку На загробную Жизнь На воздание В загробной Жизни Вот Вторая форма Тоже Да будет Доволен Бог Чаще Всего Эта форма Встречается Когда Речь идет О каких-то Выдающихся Детелях Мусульманской Культуры И Речь идет Как я понимаю Да будет Доволен Бог Речь идет О людях Уже Умерших И Да будет Доволен Бог То есть Даст Ему Сады То есть Да унаследует Он рай Смилуется Найдем Бог Я потом Покажу Этот пример И этот пример Есть в Коране Табарак Табарак Человеку Табарак Табарак Да Тоже Это Имеет Отсылку На Посмертное Востояние Барак Аллах Часто Используется Рахим Аллах Да Упакует Бог Да Данные Фразы Являются Застывшими И Такими Устоявшимися Давайте Перейдем Коран Я пытался Найти эти устойчивые Формы В Коране Их не так много В Коране Но тем не менее И в Геносис Можно проследить В Коране Они часто Встречаются В литературе Хадисов За речением Пророка Мухаммада Но это Поздняя литература А вот в Коране Встречается Форма Табарак Смуроб Бекед Джаляли Валь Икран У меня Есть Об этом В хэндавуте Тоже Там Эта фраза Встречается Четыре Пять Точно Не помню Важно то Что эта фраза Чаще всего Является Либо вводной Либо заключительной Это будет Благословенным Имя Господа Твоего Великого Ищедрого Пятьдесят Пятая Суря Ар-Рахман Милостивая Речь идет О посмертном Воздаянии Основная тема Которая Рассматривается Это Те блага Которыми Наделил Бог Человека И человек Оказывается Неблагодарный И там Рефреном Звучит Какое же Из знамени Твоего Господа Ты посчитаешь Ложным Это очень важно Потому что Об этом Пойдет дальше Это тематически Очень важно Речь идет О человеке Неблагодарном По отношению К тем благам Которыми Наделяет Его Бог И Да благословится Имя Господа Твоего Это свершится Так Потому что Бог Наделил Человека Благами Эта фраза Также Встречается Например Благословен Тот Который Сотворил Небо И землю Или Вот Таких Контекстов То есть Обязательно Идет Объяснение В чем Именно Проявляется Величие Бога Как правило Идет Перечисление Либо благ Которые Выражены В форме Каких-то Природных Явлений То что Бог Вырастил Плоды То что Бог Проливает Дождь И Возращивает Плоды Тем самым Люди Могут Пить Есть Могут Кормить Свой скот Это блага Господа Сура Пятая Каля Аллаху Хада Явму Янфа Сады Кына Сыдку Хум Лягум Джаннат Таджри Мин Тахти Галянгар Кхалидина Фи Абадан Радая Аллаху Анхум Вараду Анхум Дайк Альфаузу Абадим Вот Эта Фраза Радая Аллаху Анхум О которой Я говорил Вот Она Была Здесь Да Будет Доволен Да Будет Доволен Ими Бог А они Доволены Речь идет О посмертном Воздаянии В этот день В судный день Благоприятствует Правдимому Их правед Их правдивость Им уготованы Сады Где текут Реки И они В них Пребывают Вечно Да Будет Доволен Ими Бог А они Доволен Им Это Большая Победа Да Вот Это Очень Яркий Пример Который Показывает Что даже До сих пор В современном Языке Эта фраза Используется В контексте Посмертного Воздаяния Как я уже Говорил Есть определенная Тематическая Скорость На мой взгляд С псалмом Десятом Где речь идет А в Эду Гоин Простите Нет Неправильно Говорил С псалмом Где речь идет О том Что Праведники Цадзиким Унаследуют Землю Будут И поселиться В ней Вечи Здесь тоже Идет Похожая Тема Ему готовы На сады Где текут Реки Они в них Пребывают Вечи Будет Довольно Минобов 57 Сура Это Довольно Интересный Пример Встречается В Коране Тоже Раза 4 5 Да Ути Есть Об этом Упомянут Сколько раз Встречается Не так много Саббаха Форму Модальное Значение 5 Аятов Всего лишь Она Очень Короткая Принадлежит К так называемым Мекканским Ранним Сурм Которые Характеризуются Очень сильным Эскатологическим Пылом И соответственно Очевидно Встретить Подобная Форма Перфекта Да Погибнут Да Понесут Убыток Руки Абу Лахаба И погибнет Он сам Вот Перевод Крачковского Пусть пропадут Обе руки Абу Лахаба А сам Он пропал Не помогло Ему Его богатство И то Что он Приобрел Будет Он Гореть В огне С пламени И жена Его Носильщица Дров На шее У нее Веревки И спальмов Волокон Да Таббат Яда Абеля Абин Ваттап Два Перфекта В его Неперфектном Значении Но что Интересно Ведь на русский Язык Тоже можно Перевести Погиб Он Но он Еще не Погиб Очень часто Мы говорим О человеке Который Находится В трудной Ситуации Погиб Он Еще не Погиб Но ситуация Такая Что неизбежно Приведет Его к Погибели Соответственно Мы рассматриваем Уже Как Эту ситуацию Как Свершив Но здесь Есть прочная Абулагаб Это Один из Противников Пророка Мухаммада Согласно Традиционному Толкованию Один из Его Идьев Который Выступил Против него Но здесь Такая Очень Красивая Игра Слов Абулагаб Это Пламя Это Слово Здесь Фигурирует В третьей Суре Будет Гореть Вагнез Пламя Здесь Интересно Игра Слов Абулагаб Может быть Абулагаб Это Коллективный Образ Противник Пророка Как бы Абулагаб Это еще Тот Кто Примодлежит Это Сильный Показатель То есть Как бы Угладатель Огня В Коране Очень часто Звучит Тема О том Что Противники Пророка Мухаммада Очень часто Это Люди Не просто Которые Не признают Его Откровения А люди Которые Насмехаются Над посмертным Воздаемом Люди Богатые Состоятельные Которые Уповают На свое Богатство На своих Сыновей Которые Показатель Недостатка И Соответственно Вот здесь Не помогло Ему Богатство И то Что он Приобрел Опять Идет Перенос В будущее Как бы Пока что В данном Состоянии Еще не Произошло Посмертного Сдаения Правильники Не отделились От грешников Бог Не отправил Грешников Гену Огненную Но Пророк Убежден В этом Тем более Убежденности Добавляет В том Что это Речь Бога Ран Написан Как Речь Бога Соответственно Это то Что Точно Произойдет Это даже Не просто Пожелание Это даже Футуром Конфиденцием Футуром Экзак Вот здесь Я говорю Очень тонкая Грань Иногда Между ними Запогибнут А можем Лима Говорить Что В данном Контексте Речь идет О пожелании Потому что Это говорит Бог Строго Говорим А не Пророк Со стилистической Точкой Зрения А если Говорит Бог То Это То Что Обязательно Произойдет Это Будущее Точное Будущее Да Но Здесь Есть Такие Трудности Дальше Идет Череда Проклятий Которые Вводятся Глаголом Кутеля Дословно Это Страдательный Залог От Глагола Каталя Убить Да Был он Убит Здесь Он Встречается Это Все Примеры На Кутеля Их Всего Лишь Четыре В данном Вактативном Значении Здесь Они Встречаются В Своем Акрикативном Значении Да Будет Убит Проклят Человек Как же Он Неблагодарен Я Говорил О том В контексте Предшествующих Примеров Что Очень Часто В Коране Речь Идет О том Что Человек Неблагодарен По отношению К тем Благам Которыми Наделил Его Бог И Здесь То же Самое С Семнадцатого Аята Вводится Новая Тема Она Строго Говоря Прямо Не Связана С Предшествующий Наверное Здесь Вводится Новая Тема И Идет Перечисление Благ Бога Это Даже Называется В литературе По коранистике Список Благ Бог Взрастил Виноградник Бог Взрастил Фрукты Овощи Бог Пролил Дожди Как же Человек Неблагодарен Да Вот эта фраза Вводит Эту тему Да Будет Он Проклят Как же Неблагодарен Идет Объяснение Почему Неблагодарен Пусть же Посмотрит На свое Едературе Сказанное Пусть же Посмотрит На то Чем Он Питает Понимать Это Как Индикатив Очень Словно Проблематично И Потом Что Интересно Идет Тема Посмертного Сдаяния Вот Это Речь Идет В данных Примерах Примерах Корана А ранних Миканских Сур Это Самые Первые Суры Хронологические И Самые Первые Суры С точки Время Исламской Традиции Которые Были Составлены Раньше Всего И Поэтому В них Есть Такой Очень Быстрый Переход Моментальный Переход От Одной Темы В другой Но Прочная Связь С Посмертным Воздаянием Остается 74 19 20 Тоже Показательный Пример Он Задумал И Рассчитал Да Будет Он Убит Как Он Рассчитал И Вновь Будет Убит Как Он Рассчитал Да Фраза Повторяется Очевидно Что Это Проклятие Нельзя Умереть Но Что Интересно Это Пример Идентичный Предшествующий Обстоятельства Разные Тоже Речь Идет Неблагодарным Об упрямом Человеке Который Не внимает Словам Пророка Не внимает Его Вещевания Относительно Посмертного Сдаяния Иннову Факкар Факкар Вообще Это Думать Это Базовый Глагол Думать Но Здесь Стоит Его Наверное Понимать Как Задумал Задумался То есть Впал В сомнении Относительно Того Что Говорит Бог И Рассчитал Как Он Рассчитал Да В традиционном Толковании Прямо так И пишет Требенкасир Один Из известных Толкователей Коран В исламской Традиции Что это Дуаа О чем Я говорю То есть Проклятие Там Как раз С предлогом Аля Которые Добавляют Значение Проклятие Остальные Примеры Идентичны Кутеля Аль-Кар-Расун Да будут Убиты Убиты Кутеля Асхабу Лугдуд Да будут Убиты Люди Рва Да Там Интересная История Про Люди Рва Если Вкратце Это Предположительно Люди Которые Преследовали Христиан Которые Замычили Христиан Истолкование Что Иудеи Во время Правления Иудейского Царя Зунуваса На юге Аравии Сложно сказать О чем идет Речь Важно Что опять Идет Проклятие Врагов В 85-й Суре Интересно Да Это Очевидно Что это Отсылка На Какой-то Мотив Из предшествующей Литературы Люди Рва Речь идет О Тех Людях Которые Замучили Верующих Бога Людей И потом В конце Эту Суры Упоминается Фараон Упоминается Фараон Как бы Добавление К этому О том Что все Противники Бога Которые Когда-либо Появлялись На исторической Арене Рано или поздно Будут наказаны Ему готово Страшное Наказание В посмертном Воздании Тоже Там идет Речь Тоже Об этом Говорить Да Неожиданно Видеть Актативное Значение Перфекта Во второй Суре Корана Это Поздняя Сура Корана Самая Большая И Да Речь идет О лицемерах В их сердцах Болезни Речит Бог их болезни Уготовлено Мучительное Наказание За то Что они Лгали Лгали О том Что веровали В Бога Осуждается В их сердцах Болезни Если мы Попробуем Проинтерпретировать Это Как увеличиваем Бог их болезни Такой перевод Есть в некоторых Английских Перевод Получается Довольно Странная Картина Этот предлог Фа Выступает В роли Разъяснения В их сердцах Болезнь Потому что Бог Увеличиваем Болезнь Ситуация Очень странная Получается Что Как бы Бог Это Предопределил Ситуация На самом деле Устроена Несколько Сложнее Если мы Обратимся К другим местам Из Корана И вообще К теологии Корана То мы видим Что Если человек Избирает Праведный путь Бог ему Благоприятствует Бог его Направляет Если человек Избирает Путь грешника Бог ему Соответственно Не противится Этому Как бы Прибавляет На этом пути Как бы Направляет Его На этом пути Поэтому Если в их сердцах Болезнь По их Думе Да увеличена Бог их Болезнь Форма Проклятия Это будет Так Да Ну и Соответственно Мучительное Наказание Относится На Загробную Визу Не на Эту Визу Адаб Это всегда Наказание Это посмертное Наказание Это гиенно Огненное Да Есть еще Примеры Которые Описывают События Посмертного Сдаяния Но Не в контексте Проклятий А в контексте Пророческого Перфекта В контексте Футурмакзак Вот такой Пример Сады Которые Были обещаны Богобоязненным Подобным Следующим Идет Описание В них Реки Из воды Которые Не портятся Реки Из молока Вкус Которые Не портятся Реки Из вина Приятные На вкус Для тех Кто их пьет И реки Из чистого Меда И для них Там в садах Плоды И прощение От Господа Разве они Подобны Тому Что вечно Пребывает В огне Ведь их Будут поить Кипящей водой А она Будет Рассекать Внутренность Вот Это Последняя Фраза Ведь Их Будут Поить Кипящей Водой И она Будет Рассекать Им Внутрь Здесь Используется Перфект Очевидно Что речь идет Не о прошлом Очевидно Что речь идет О будущем И очевидно Что Пророком Рассматривается Событие Судного Дня Как уже Свершившись Как бы Напоили Кипящей водой Рассекла На Их Внутренность Да Еще один Пример И погонит Тех Которые Не веровали В ее Толками Когда они Придут Открыто Будут Верили И скажут Ухранитель Разве К вам Приходили Посланники Из вас Которые Читали Вам Знамение Вашего Господа Которые Предупреждали Вас О встрече С этим Вашим Они Сказали Да Но Оправдалось Слово Наказание Неверования Вся фраза Строго Говоря Нам Не нужна Нам Нужны Первый Погонят Тех Первый Перфект Независимый Перфект Его Таком Аптативном Значале Погонят Тех Которые Неверования В Гиену Толками Погнали Их В Гиену Толками Да И в конце Оправдалось Слово Бога Над ними Это тоже Мы здесь находим Форму Перфект Опять же Как я уже Говорил События Судного Дня Рассматривается Как Свершившись Оправдалось Слово Бога Над ними Оправдалось Да Оправдается Слово Наказание Над Неверующим Это то Что обязательно Свершится Сомнений В этом Никакого Нет Да На самом деле У меня Все Я готов Ответить Вопрос Мне кажется Напрашивающийся Вопрос Это про Отсутствие Второго лица В Коране По-моему Как-то Вы Уже Потому что Очень бросают В глаза Что Примеры Которые Солтили Они Во втором лице В Коране В Третьем Вот И Тоже По-моему Не прозвучало Что Как я понимаю Те примеры Которые Мы Смотрим Это Примеры Собственные Вами Собранные На самом деле Да Это Была Наскудность Воспоставление Примеров Из Псалтыри И Корана Строго Говоря Идентичных Моделей Которые Мы могли бы Взять Из Корана Из Псалтыри Нет Есть Примеры Которые Которые Могут быть Объединены По тематическому Принципу В чем Основная Проблема Поскольку Псалтырь Это По крайней мере Те примеры Которые Приводил Чистотный Да Из Давидовой Псалтыри Это Обращение Псалом Ответца Царя Давида К Богу Соответственно Это Обращение Или Обращение Народа Израиля К Богу То есть Обращение Поэтому Обращение Звучит Во втором лице Единственного числа Мужского рода И поэтому Очень сложно В Коране Найти второе лицо Единственное число Мужского рода Очень сложно Найти Потому что Коран Стилистически Составлен И задуман Как речь Бога К человеку И поэтому Если о Боге Идет речь Идет речь В третьем лице единственного числа мужского рода, во втором лице практически нет, я ничего не нашел. Да, вот эта стилистическая особенность, она, конечно, была препятствием к обнаружению идентичных примеров, потому что изначально осталось в своей цели найти идентичные синтаксические конструкции, которые бы позволили сблизить эти текстуальные традиции и вообще по-другому абстративу этих текстуальных традиций, но вот не получилось. Скажите, а как вы видите возникновение вот этого феномена? Это какая-то общезападно-семитская инновация, это параллельное развитие еврейского и арабского, это какая-то такая вещь чисто литературно-стилистическая или же можно говорить про какую-то степень грамматикализации всего этого дела, начиная с какого этапа с прасемитского, с прозападно-семитского? Да, я понял ваш вопрос. Да, как я уже говорил, по-разному эту проблему решали ибраисты, ибреисты. Мне представляется, что это скорее стилистическая особенность. Что касается, вот, например, проклятий коральных, поскольку они тоже нечисток, на четыре применения, на четыре, пять примеров всего лишь, это очень мало, и в псалтыре тоже очень мало. Я думаю, что это расширение значения перфекта в контекстах молитв, просьб, проклятий, то есть обусловлено новое значение перфекта, обусловлено новым специфическим контекстом. Волтки и Коннор, по-моему, говорили, что вот это перфект, это перфект молитвы. Вот это перфект молитвы. По-моему, Андрассон тоже, кстати, он приходит, да? Да. Да, тоже, так что это перфекта. Да, поэтому я думаю, что это обусловлено стилистикой двух текстов. Я думаю также, что это, вот, подобное употребление в Коране также может отсылать на определенную связь терамической традиции с псалтырием. В псалтырии Коран изучают, сравнивают, но на другом основании, на основании общих тем, каких-то тематических, схожих тем, строго говоря, на основании аптатива такого сравнения не было проведено. Но мне кажется, что здесь имеет, в принципе, схожая логика. Вы имеете в виду, что какая-то параллель между Кораном и псалтирием, которая возникла независимо от литературной традиции, или непосредственно псалтирь, которая как-то была знакома арабам, влияла на формирование вот этого приема в Коране? Да, я недостаточно, наверное, недостаточно хорошо объяснил свою позицию. Нет, я не думаю, что имеет место прямое влияние. Об этом очень сложно говорить в Коране. Нет прямых цитат из псалтырии, вообще нет прямых цитат из еврейской Библии. Есть определенные парафразы, аллюзии, и я думаю, что подобное значение обусловлено параллельным развитием двух явлений, двух различных традиций, но принадлежащим одному ареалу, одному культурному ареалу. Вот, я это так понимаю. То есть, я не предполагаю, что это могло быть какого-то общезападно-семитского языка предки арабского и еврейского. И да, но там развитие все-таки вот уже намного более позднее, чем эти ветки и еврейские языков. Вот такая позиция есть. Да, вот Андросуги поддерживается, но не знаю, мне так не кажется. Вам не кажется, что это два параллельных курсных развития? Или вам не кажется, что они восходят? Да, мне кажется, что они восходят к одному. Я думаю, что это два параллельных развития, обусловленные общей культурной средой. Говорить о прямом влиянии очень сложно, здесь нужно быть очень аккуратным в этих вопросах. Я думаю, просто контексты сформировать. Вот контексте, как я уже говорю, сокрушить врагов. Псалматейц обращается к Богу, просит его сокрушить его врагов, просит совершить праведный суд. И он уверен в своем полу, в своем религиозном полу, что Бог гарант справедливости и обязательно совершит свой суд. Это нет никакого смысла. И в Коране также звучит эта тема, что суд неизбежен, грешники обязательно будут наказывать. Я думаю, что параллельно. Я понимаю, Тимуру, идея в том, что это такая литературная, селистическая особенность, которая, возможно, на генеральную поэзию перенесает, находятся в отражении и в Талтибе, и в Таране. У вас такая кафедра, да? Да, да. Это такая литературная селистическая. Соответственно, что она привязана к определенным жанрам, к каким-то формам. Что она там не любом сердце может встретиться, а вот такая жанровая селистическая. И опять, знаете, к Богу, с моим селем. И сказать, как я тебе, чтобы ты не сможешь найти эту форму. Еще один вопрос. Вот здесь мы видим и там, и там такой очень интересный переход в превращение индикативной формы, переход индикативной формы в аптативную. Вот любопытно, что и там, и там это происходит с формами суффиксального восприжения. Скажем, вот у нас тоже самое в салтире, может, и в розыке, но довольно часто встречаются и формы, скажем, типа воикторий, который внутри в салтире по своей функции совершенно селемищно форму каталь, то есть прошедшие. Но, как я понимаю, с воикторийными формами такого перехода из индикатива в аптатив не происходит. Вот. И в арабском тоже такой переход из индикатива в пожелательное декларение тоже происходит конкретно вот с этими суффиксальными глаголитыми формами. Да. Основной вопрос это переход из индикатива. Да. Основной вопрос это не может быть просто описано как стилистическое превращение индикатива в аптатив. Потому что у нас это превращение происходит не со всеми индикативными формами, а только с индикативными формами определенной морфологической структуры. Да, я вас понял. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует...